Концерт благотворительный, выставка тоже особенная. На стене больше 50 картин, каждая из них про животных. Это главная тема экспозиции. Приехали, получили самый первый, здесь еще никого не было. Я прошла посреди моей картины, смотрю, она уже продана. Таким образом, дети помогают бездомным котам и собакам. Все деньги, вырученные с продажи картин, пойдут на строительство Центра реабилитации животных «Умка». По информации, на понедельник за выходные удалось собрать порядка 56 тысяч рублей. Мы очень неравнодушны к животным. Более того, это хороший способ потренироваться, пописать картины. У ребят, мне кажется, шикарно получилось. Самое интересное, что мы не просто учим детей рисовать, писать картины. Мы еще им даем возможность пойти, скажем так, по нашим стопам и сделать доброе дело. Художникам от 5 до 16 лет. Кто-то рисует уже два года, а некоторые всего месяц. Картины написаны маслом, а выполнены они детьми с признаками аутизма, ДЦП и нарушением слуха и зрения. В том числе есть работы воспитанников детских домов. Я люблю животных. А лиса, для меня кажется, такое загадочное животное. Не знаю, всегда восхищалась лисами. Никогда прежде мы не рисовали животных, в основном пейзажи, города. Это было, конечно, непросто, шерсть особенно, но мы старались. И, я думаю, получилось. О том, что фонд «Думка» собирается построить центр помощи для бездомных животных, стало известно месяц назад. Пока общими усилиями удалось накопить только 500 тысяч рублей. Но на покупку земельного участка требуется 2 миллиона. Как оказалось, помогать бездомным животным как-то не модно. То есть мы написали кучу писем в организации, в крупные производители. Никто даже не утрудился нам ответить. То есть пока нам помогли только обычные люди, многие из которых хозяева наших подопечных. На сегодняшний день под опекой фонда находятся 103 питомца. Из них 17 собак, остальные кошки. Новый центр для передержки предполагает вместить 185 животных. 3D-проект уже разработан, сметы составлены. Дело за спонсорами. Удалось собрать за апрель, по-моему, 80 тысяч. То есть на самом деле, люди как-то не понимают. Ведь у нас по социальным сетям 4 тысячи подписчиков, 5 тысяч подписчиков. Каждый переведет 500 рублей. Это немного. Это поход несерьезный в супермаркет. Несмотря на невысокую активность среди добродетелей, представители фонда уже рассматривают конкретный участок и ставят себе новые задачи. Инициаторы проекта уверены, что опускать руки ни в коем случае нельзя, иначе все их подопечные могут снова оказаться на улице. Валерия Белоус, Андрей Макаров. Новости на восьмом.